Торговый четверг на фондовых и валютных рынках проходит под влиянием множества противоречивых экономических отчетов, причем не только сегодняшних, но и вчерашних. Как и ожидалось, квартальные данные о прибылях американского техногиганта Nvidia вызвали волны роста на биржах по всему миру. На фоне энтузиазма рынков по поводу искусственного интеллекта даже временно отошли на второй по значимости план не только протоколы Федрезерва США, но и некоторые данные ведущих мировых экономик. Но даже новости высшего порядка со временем тускнеют, а на смену им рынки находят другие подсказки и уже по ним определяют свои дальнейшие действия. Например, сильная квартальная отчетность американской компании Nvidia вызвала рост интереса инвесторов к сфере полупроводников и их производителей. В результате сегодня индекс биржи Nikkei, отражающий движение акций 225 ведущих компаний Японии, обновил свой исторический максимум. На закрытии азиатской сессии четверга его уровень поднялся до 39 253 пункта. Предыдущий рекорд Nikkei был установлен в декабре 1989 года и составил тогда 38 957 пунктов. Резкий рост котировок на токийской бирже даже стал поводом для заявления Министерства финансов Японии. Правда, речь главы ведомства Суньити Судзуки была очень сдержанной и содержала всем известную мантру о том, что власти внимательно следят за движениями активов на рынке. Причем саму ситуацию чиновник комментировать отказался. Ну и так понятно, что на фоне слабой иены и сверхмягких монетарных настроек Центробанка Японии привлекает инвесторов хорошими перспективами для экспортеров. И свежие отчеты по торговому балансу страны это подтверждают. В январе экспорт из Японии вырос почти на 12%, превысив рыночные прогнозы на 9,5% и ускорившись с роста на 9,7% в декабре. Это был самый сильный рост поставок с ноября 2022 года, а подъем был обеспечен в том числе секторами автомобилей и транспортного оборудования. Больше всего экспорт вырос в Китай, Соединенные Штаты, Индию и Гонконг. Резко, почти на 66% сократились поставки в Россию. В то же время деловая активность в производственном секторе Японии неожиданно упала, причем сильнее всего за 3,5 года. Опубликованные сегодня отчеты зафиксировали январский показатель на уровне 47,2 пункта при прогнозе роста в 48,2. Самое большое ухудшение производственной деятельности с августа 2020 года проходило не только на фоне сокращения объемов производства. При этом также самыми быстрыми темпами падали цифры новых заказов и зарубежных продаж. Прежде чем мы перейдем к еврозоне, давайте остановимся на показателях еще одной азиатской страны. Речь идет об Индии, где настроения бизнеса улучшились до своего самого высокого уровня с декабря 2022 года. А тот же индекс деловой активности в производственном секторе показал самый сильный рост с сентября прошлого года и поднялся до уровня 56,7 пункта. Также росли объемы производства, динамика продаж и новые заказы. Напомним, что показатель индекса выше 50 пунктов говорит об оживлении деловой активности. Так что в Индии в этом плане все складывается очень хорошо. А вот Япония не может преодолеть эту черту с июня прошлого года. Причем с тех пор экономическая ситуация ухудшается по наклонной. Теперь давайте посмотрим, как обстоят дела в еврозоне. По предварительным оценкам, производственная активность в регионе тоже упала. В феврале показатель индекса опустился до уровня 46,1 пункта. Причем объемы промышленного производства снижаются уже 11 месяцев, а новые заказы значительно сокращаются. Прогнозы были восстановлены на отметке 46,8 пункта, но евро почему-то проигнорировал пониженный показатель и укрепился. Почему же несоответствие ожиданий и реальности совершенно никого не смутило? Все дело в индексе деловой активности в сфере услуг. Этот показатель, наоборот, не только превысил прогнозы в 49 пунктов, но и вышел в критически важный уровень 50 пунктов. Из-за чего составной индекс деловой активности Европы смог подняться до 48,9 пункта, и хотя его значение превысило прогнозы только на 0,1%, движение вверх все-таки обозначено. Для единой европейской валюты эти данные стали поводом для роста, в ходе которого она даже протестировала зону выше отметки 1,0880, а в целом победная серия евро продержалась почти 7 дней до американской сессии четверка. И за это время пара не только успела уйти от уровня поддержки на 1,0700, но и благополучно закрепиться в высшей линии 1,0800, иметь ли евро шансы пробить следующее круглое сопротивление на 1,0900. Ведь доллар США падал в цене, даже несмотря на готовность Федрезерва удерживать свои жесткие монетарные настройки достаточно долго. По крайней мере, опубликованные вчера протоколы январьского заседания отразили обеспокоенность Центробанка США по поводу преждевременного снижения процентных ставок. Кстати, в Центробанке и еврозоны придерживаются примерно таких же взглядов, даже несмотря на недавние признаки охлаждения инфляции. Так что в этом плане шансы евро и доллара выглядят приблизительно равными. В то же время прогнозы аналогичных отчетов по деловой активности в США, в отличие от Европы, носили исключительно негативный характер. Поэтому быки по евро продолжали удерживать курс на повышение вплоть до выхода отчетов по рынку труда в США. А затем единая европейская валюта потеряла свои лидирующие позиции и отступила в направление цены 1,08007. Как видим, развился сценарий нисходящего движения, и он может протолкнуть курс евро еще глубже в медвежью зону в направлении отметок 1,0770 и 1,0700. Как показали актуальные отчеты, индекс деловой активности в производственном секторе США вырос до 51,5 пункта в феврале 2024 года. В январе был зафиксирован уровень в 50,7 пункта. Показатель не только превзошел прогнозы в 50,5 пункта, но и стал самым сильным с сентября 2022 года. Индекс деловой активности в сфере услуг США наоборот пока демонстрирует затухание роста до 51,3 пункта и пока не оправдывает ожидания рынка в его росте до уровня 52 пункта. Соответственно, составной индекс деловой активности США снизился до 51,4 пункта. Хотя в феврале объем производства немного увеличился, но более слабый рост деловой активности в сфере услуг препятствовал общему расширению. Согласитесь, было бы странно, если бы фондовый рынок США после вчерашнего отчета корпорации Nvidia сегодня оказался бы вне глобального тренда. Как видим, S&P 500 показала резкое ралли и открыла американскую сессию четверга повторением рекорда середины февраля США в районе цены в 5,040 пунктов. Причем индекс доллара, который обычно находится в обратной зависимости с фондовым рынком, тоже вырос на сильных данных по первичным безработным. Их число неожиданно снизилось и тем самым подтвердило устойчивость американского рынка труда к высоким ставкам ФРС, а сам гринбек поднялся выше 104 пунктов по отношению к шести своим аналогам. После вчерашнего скачка на тревожной геополитике к 83,5 доллара котировки нефти Brent в четверг перешли к локальному падению в район 82,40 доллара за баррель. Во многом коррекция цены произошла из ожиданий роста запасов сырой нефти в США, что собственно и произошло. По полученным данным запасы черного золота в США неожиданно выросли на 7,2 млн баррелей. Но, во-первых, такой впечатляющий скачок требует подтверждения. А во-вторых, появились предположения, что несмотря на рост запасов, довольно существенно могут снизиться объемы топлива, поэтому цена Brent довольно быстро вернулась к отметке 83 доллара за баррель. А это означает, что спрос носит устойчивый характер, следовательно, причин для снижения цен нет. Но из динамики изменения запасов видно, что весь этот спрос удовлетворяется, так что и рисков возникновения дефицита на рынке энергоносителей тоже нет. Таким образом, нет причины для роста цен на черное золото. Иными словами, статистические данные скорее указывают на сохранение текущего положения дел. Единственное, что может привести рынок в движение, так это политические факторы. Но пока их не так уж и много, чтобы они начали оказывать существенное влияние. Технические индикаторы показывают явный интерес трейдеров на покупку и длинные позиции, а подъем нефтяных котировок указывает на возможность продолжения актуального восходящего цикла. В случае стабилизации цены выше уровня 83,5 пункта в течение дня допускается рост курса в направлении уровня 85 долларов за баррель. Опубликованный вчера вечером индекс цен производителей в России вырос немного меньше прогнозов с 19,2% до 19,4%, в то время как ожидали роста до 19,5%, но и этого оказалось достаточно для того, чтобы доллар вырос и он поднялся выше 93 рублей. Однако у него вряд ли ситуация сможет быть устойчивой, так как российская макроэкономическая статистика имеет ограниченное влияние на позицию рубля. Поэтому валютная пара доллар рубль, хотя и провела коррекцию ниже линии в 92,20 рубля, но затем оказалась снова на пике восходящего цикла, где в качестве сопротивления служит район 93,00 и 93,50. Последующий рост сделок на покупку доллара возможен в случае стабилизации котировки выше данного района. Скорее всего, рынок вернется в диапазон от 92 до 93 рублей за доллар. Правда, какое-то время цена будет держаться в районе верхней границы. На этом наш обзор торгового четверга завершен, а мы тем временем продолжаем следить за ситуацией на финансовых рынках, чтобы вы всегда оставались в курсе актуальных событий. Не забывайте подписаться на наш канал и комментировать это видео. До новых подключений! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова